Здравствуйте, меня зовут Константин. В этом видео мы рассмотрим рекомендации по монтажу дверей обратного открывания на компланарном коробе. В первую очередь нам необходимо проверить габариты проема. Ширина проема должна быть на 80, 100 мм больше ширины дверного полотна. Высота проема должна быть на 60, 70 мм больше высоты дверного полотна. Система предназначена для ровных отремонтированных стен с максимальным отклонением от вертикали 1 мм на метр. В зоне открывания не должно быть неровностей напольного покрытия. Для монтажа нам потребуются следующие расходные материалы и инструменты. Клиния или монтажные подушки, распорки, саморезы 4х70, баллон монтажной пены, баллон герметика бесцветного, малярный скотч, строительный уровень, дрель-шуруповер с насадками и сверлами, торцевая пила с верхним столом, киянка, рулетка, нож строительный, угольник, пульверизатор, струбцины. Подготовьте место для проведения работ. Накройте мебель для исключения попадания пыли. При сборке элементов конструкции на полу постелите мягкий материал без жестких абразивных включений, препятствующие образованию вмятин и царапин. После проверки готовности проема, проверки наличия всего необходимого инструмента и подготовки рабочего места, приступаем к осмотру продукции. В комплект короба входят два вертикальных элемента, один горизонтальный элемент, комплект стяжек, клей для монтажа лицевых наличников, инструкция. Вертикальные элементы короба необходимо опилить в следующий размер. Высота полотна плюс 43 мм. Данный размер даст зазор между напольным покрытием и полотном равный 10 мм. В нашем случае высота полотна 2000 мм. Вертикальный элемент короба должен быть опилен в размер 2043 мм. При кривизне пола в месте проема или в зоне открывания двери длина вертикальных элементов короба должна рассчитываться с учетом данного отклонения. Чтобы исключить образование сколов, перед обработкой заклейте место спила малярным скотчем. Стандартный комплект фурнитуры для монтажа двери обратного открывания на компланарном коробе входят комплект скрытых петель для обратного открывания. Комплект метизов и шестигранный ключ. Замок, ответная планка, комплект стяжек для ручки. Просверливаем отверстия под саморезы в коробе. Производим сборку дверного короба. Далее при помощи монтажных подушек и уровня устанавливаем короб в проем. Произведите установку короба таким образом, чтобы монтажный шип выступал относительно плоскости стены на 5 миллиметров. Короб устанавливается строго вертикально по уровню и не должен выступать относительно стены больше, чем на размер монтажного шипа. Просверливаем отверстия под механическое крепление короба к стене. После засверливания расширьте отверстия при помощи насадки зенкера. Производим механическое крепление короба в проеме. Аккуратно распакуйте полотно. Чтобы не повредить поверхность полотна, строительный нож используйте для удаления скотча с торцов упаковки из картона. Просверливаем отверстия под саморезы в полотне. Устанавливаем петли в полотно. Устанавливаем полотно на короб. Для установки петель в короб используем саморезы со сферической головкой. Для регулировки прилегания полотна к уплотнителю в замковой части используйте горизонтальный элемент наличника и уплотнитель. Полотно должно равномерно прилегать к уплотнителю. При открытом состоянии полотно не должно самопроизвольно открываться и закрываться. Производим засверливание под механическое крепление короба в проеме. После засверливания расширьте отверстие при помощи насадки зенкера. При помощи самореза производим механическое крепление замковой части короба к проему. Зазоры по периметру полотна должны быть примерно одинаковыми. Производим регулировку по высоте за счет движения петель в коробе. Отрегулируйте петли по прилеганию полотна к уплотнителю. Отрегулируйте петли по притвору. Перед нанесением монтажной пены необходимо увлажнить проем. Перед тем, как нанести монтажную пену, ознакомьтесь с инструкцией на баллоне. Действуйте в соответствии с инструкцией. Далее мы рассмотрим установку доборов. Ширина добора должна быть больше оставшейся глубины проема на 20 мм. В нашем случае глубина проема 74 мм. Ширина добора должна быть 94 мм. Опиливаем добор в данную ширину. Отметьте место опила вертикального добора по нижнему краю паза горизонтального короба. Горизонтальный добор опиливайте в размер длины паза горизонтального короба. Чтобы исключить образование сколов, перед обработкой заклейте место спила малярным скотчем. Перед нанесением монтажной пены необходимо увлажнить проем. Перед тем, как нанести монтажную пену, ознакомьтесь с инструкцией на баллоне. Действуйте в соответствии с инструкцией. Далее рассмотрим подготовку лицевых наличников. Ставьте уплотнитель в наличник. Для того, чтобы отметить место опила лицевого вертикального наличника, опилите фрагмент от горизонтального наличника. Он всегда идет в плюсе по длине. При помощи горизонтального наличника отметьте место опиливания вертикального наличника. Отметьте место стыковки вертикального наличника с шуфом горизонтального короба. Чтобы исключить образование сколов, перед обработкой заклейте место спила малярным скотчем. Заметьте расстояние между вертикальными наличниками. Опилите в этот размер горизонтальный наличник. Далее рассмотрим подготовку обратных наличников. Для того, чтобы отметить место опила обратного вертикального наличника, отпилите фрагмент от горизонтального наличника. Он всегда идет в плюсе по длине. При помощи горизонтального наличника отметьте место опиливания вертикального наличника и место стыковки горизонтального добора с вертикальным обратным наличником. Чтобы исключить образование сколов, перед обработкой заклейте место спила малярным скотчем. Замерьте расстояние между вертикальными и обратными наличниками, а пилите в этот размер горизонтальный обратный наличник. Далее, для окончательной установки наличников нам необходимо демонтировать полотно. Для крепления лицевого наличника к поверхности стены нанесите пену в паз, как показано на видео. Для крепления наличника на шип корба нанесите клей из комплекта в паз, как показано на видео. Для установки обратного наличника на добор нанесите герметик, широкий паз на наличника. Для крепления обратного наличника к поверхности стены нанесите пену в узкий паз наличника. При необходимости демонтажа наличника воспользуйтесь строительным либо канцелярским ножом. Установите струбцины, как показано на видео. Время технологической выдержки приведено в печатной версии инструкции. После технологической выдержки клеящего состава демонтируйте струбцины и саморезы, при помощи которых короб закреплен в проеме с петлевой части. Установите полотно. При необходимости произведите дополнительную регулировку петель. Далее устанавливаем декоративные накладки на петли. Произведите установку ответной планки. При необходимости улучшения прижатия полотно к уплотнителю переверните ответную планку. Затем устанавливаем замок. Произведите предварительное засверливание под крепление саморезов. В комплект ручек входят ручки, накладки, комплект метизов с шестигранными ключами. Обратите внимание на последовательность установки ручки. В первую очередь ручка устанавливается с той стороны полотна, которая находится дальше от замка. С этой стороны ручка устанавливается на саморезы из комплекта. Последовательность установки саморезов следующая. Произведите предварительное засверливание под крепление саморезов в ближайшем отверстии к кромке полотна и в отверстии под ручкой. Установите саморезы из комплекта. Произведите засверливание за ручкой, опустив ручку вниз. Установите саморез из комплекта. Далее при помощи стяжек установите ручку с противоположной стороны полотна, как показано на видео, установите накладки. Поздравляем, установка завершена, желаем приятной эксплуатации! Субтитры делал DimaTorzok